Увидеть, как проходит день у ребенка-дошкольника в детском саду, это ли не мечта каждого родителя? Но как это возможно? Пожалуй, самый простой и доступный способ это сделать – прийти в детский сад на день открытых дверей. Дни открытых дверей в образовательных организациях нашего города по давно сложившейся традиции проходят ежегодно. Рано утром 6 декабря всех посетителей детского сада номер 15 «Огонек» встречали и коллектив учреждения, и воспитанники, которые ждали этого праздника и готовились к нему заранее. Одной из основных задач нашего дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития личности каждого ребенка. И в детском саду мы используем различные формы работы с родителями, и одной из таких форм является день открытых дверей, который мы проводим ежегодно. И в рамках этого дня открытых дверей родители смогут посмотреть открытые занятия, могут провести дегустацию блюд, получить консультацию специалистов, учителя-логопеда, педагога-психолога, других специалистов. Ну и, конечно, они смогут более плотно познакомиться, посмотреть все, что их интересует, и увидеть, как дети занимаются. Также в рамках проведения дня открытых дверей будет мини-концерт и общее родительское собрание. Что главное утром должен сделать малыш, чтобы быть здоровым? Конечно, зарядку. А куда как интереснее делать ее на глазах у мамы с папой под веселую ритмичную музыку. Именно так прошла утренняя зарядка в группе «Мальвина» под руководством Ларисы Рыбаковой. Воспитанники младшей группы продемонстрировали, как проходят занятия в изо-студии. На интерактивном оборудовании. На примере тематического урока рисования «Покормим птичек». Интерактивная песочница – это один из самых современных игровых аттракционов для детей, позволяющий совместить развлечение и обучение, помогает развивать творческие способности и пространственное мышление детей. В рамках дня открытых дверей в группе «Буратино» прошло занятие по речевому развитию, также с использованием интерактивного оборудования. У каждого из воспитанников был специальный пульт, при помощи которого ребенок дает ответ, нажимая на соответствующую клавишу. Наличие интерактивных досок и комплексов в детских садах позволяют делать занятия более понятными и интересными. В число основных интеллектуальных умений входят логические умения, формируемые при обучении математики. Математика – это мощный фактор интеллектуального развития каждого ребенка, формирование его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения математики в начальной школе. Занятия по математике в детском саду номер 15 «Огонек» начинают проводить детям с раннего возраста в игровой форме, в чем и смогли убедиться родители воспитанников группы «Колобок». На занятии по художественно-эстетическому развитию ребята продемонстрировали свое умение владения 3D-ручками. Кто-то впервые попробовал этот инструмент, а кто-то уже со знанием дела подошел к выполнению занятия. Поскольку урок был на тему «Подводный мир», то ребята рисовали объемных рыбок. 3D-ручка – это инновационный инструмент, который позволяет с легкостью создавать в пространстве объемные изображения и фигурки. Она работает по принципу 3D-принтера. Оригинальный гаджет является демонстрацией настоящего технологического прорыва в области моделирования. Карандаши и фломастеры, конечно, позволяют развивать творческий потенциал ребенка. Однако в большей мере это позволяет сделать 3D-ручки для детей, так как с их помощью можно рисовать прямо в воздухе. Ребенок наглядно видит разницу между объемными фигурками. Благодаря инновационным устройствам дети смогут постичь азы образного мышления и развить собственные креативные навыки. Прошло открытое занятие на тему «Наши помощники – органы чувств». Ребята в диалоге с воспитателем рассуждали, что же такое органы чувств, что к ним относятся и для чего они нам нужны. В этот день родители смогли посетить разные виды совместной деятельности – воспитателей, педагогов дошкольного образования, специалистов с детьми. Познакомиться с организацией и содержанием режимных моментов – прогулок. Педагоги с помощью разнообразных форм работы поделились с родителями своим опытом, знанием в обучении, развитии и воспитании детей, а также проконсультироваться у специалистов – психолога и логопеда, и администрации дошкольного образовательного учреждения – заведующего и старшего воспитателя, получить ответы на любые вопросы, касающиеся воспитания и обучения детей в детском саду. Мероприятие вызвало большой интерес и многочисленные положительные отзывы родителей. Мероприятие очень понравилось. На это мероприятие я бываю уже не первый год. У меня ходит второй ребенок, посещая детский сад. То есть я была и на речевом развитии, и на музыкальном мероприятии сегодня были у Ксении Владимировны, были на непосредственной образовательной деятельности у нашего непосредственного воспитателя, у Сатиной Марии Сергеевны. То есть все очень нравится. Наташа, а для чего необходимы такие мероприятия? Что это родителям дает? Может быть, это что-то дают детям, самим воспитателям, то есть дошкольным образовательным учреждениям? Ну, я думаю, родителям дает, во-первых, что мы узнаем непосредственно, чем наши дети занимаются в детском саду. Вот воспитатели, конечно, переживают, то есть нравится ли все родителям. Вот я думаю, и дети, думаю, довольны всем. Они узнают больше нового, то есть развиваются и музыкальные, и физические, и по математике, и по речевому развитию. Они все получают в детском саду. Всех родителей, планирующих отвезти своего малыша в детский сад, волнуют вопросы адаптации. Хочется, чтобы привыкание к новой среде, к новым людям прошло для ребенка наиболее комфортно. В связи с этим в рамках Дня открытых дверей впервые в детском саду было проведено совместное занятие для родителей, чьи малыши еще не посещают детский сад. Это дети в возрасте одного-двух лет. У родителей была возможность не только пообщаться со специалистами-воспитателями, поиграть со своими малышами, чтобы они увереннее себя чувствовали в новой обстановке, но и посетить ту группу, в которую пойдет их малыш. Впервые у нас проводится игровое занятие с детьми с года до двух, не посещающими детский сад. На базе нашего детского сада работает консультационный центр. И как раз этот центр направлен на оказание помощи психолого-педагогической родителям, детей, не посещающих дошкольное учреждение. В данном случае это дети с года до двух. То есть это помощь в легкой адаптации детей к дошкольному учреждению, оказание какой-то, может быть, педагогической помощи, консультативной помощи. Безопасность и здоровье нельзя представить без правильного питания. Поэтому следующим шагом в продолжении Дня открытых дверей стала дегустация блюд из меню детского сада, на которой каждый желающий мог не только попробовать, что кушает его ребенок вне дома, но и ознакомиться с оригинальной рецептурой приготовления каждого блюда. Сегодня в рамках традиционного Дня открытых дверей мы проводим мероприятие дегустация. Цель, которую мы преследуем, это пропаганда здорового и рационального питания детей дошкольного возраста в нашем детском саду. Сегодня мы хотим познакомить родителей с блюдами, которые готовят для наших детей наши профессиональные повара, с технологическими картами и с рецептами. На саду разработано 10-дневное меню, утвержденное, цикличное. Есть меню, разработанное зимнего периода и летнего периода. Безусловно, это далеко не все мероприятия, которые были подготовлены педагогами дошкольной образовательной организации для гостей. Их было гораздо больше, и каждая из них с теплотой и душевностью готовилась целым коллективом детского сада. По традиции, День открытых дверей закончился мини-концертом с участием всех групп детского сада. Проведение такого концерта стало традицией образовательного учреждения. У каждого ребенка есть возможность продемонстрировать свои успехи, достижения, таланты. Как отметили благодарные зрители, все юные артисты были выразительны, ритмичны и музыкальны. Как всегда, интересны и изящны смотрелись номера концерта на спортивную тематику. День открытых дверей несет в себе большую информационную задачу и является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным учреждением, получить информацию об условиях содержания детей в детском саду, организации режима и питания, познакомиться со всей предметно-пространственной средой дошкольной организации, в которой на протяжении нескольких лет происходит развитие их детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok